Имя Optima навсегда исчезнет из российской гаммы Kia. Теперь среднеразмерный седан этой марки будет продаваться под индексом K5. Причина несколько неожиданного переименования в радикальной смене имиджа модели. От прежней Optima новый K5 отличается очень заметно. У него покатая крыша, сильно заваленные стойки кузова и ультра-короткая крышка багажника. При этом автомобиль стал крупнее, обзавелся полностью светодиодной оптикой, а также множеством современных ассистентов. В частности, создатели предусмотрели функцию дистанционной парковки. Машину можно поставить в узкое место, управляя акселератором со смартфона. Общая революция вдобавок затронула салон, где главные доминанты отныне заявлены дисплеи панели приборов и мультимедийные системы. По сведениям из российского офиса, седан уже прошел обязательную сертификацию. При этом для нашего рынка заготовлены две модификации. Обе с бензиновыми моторами, передним приводом и автоматическими коробками. Базовым определен двухлитровый атмосферник от прежней Optima. Старший агрегат, напротив, совершенно новый. У него непосредственный впрыск топлива, почти 200 сил мощности и 8-ступенчатый автомат вместо 6 ступки. Новое поколение корейского среднего размера должно появиться на рынке до конца лета. К концу года гамма может расшириться за счет горячей версии седана. По предварительной информации, для нее заготовлен мощный турбомотор и система полного привода. Параллельно компания Kia Motors Россия и СНГ сообщает, что государственная программа льготного автокредитования стала доступна на новых условиях. С 1 июня 10-процентная скидка от государства на седан Rio и кросс-хэтчбэк Rio X-Line распространяется не только на участников программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Теперь льготные условия вдобавок предлагаются тем покупателям, которые попадают под действие проектов «Автомобиль государственному медицинскому персоналу» и «Автомобиль в трейд-ин». В первом случае покупатель нового Kia должен быть работником медицинской организации государственной системы здравоохранения. Во втором россиянину достаточно сдать дилеру по системе трейд-ин автомобиль старше 6 лет, которым он владеет больше года. Продолжение следует...